Всем привет дорогие друзья, на связи снова Макс Орлов и у нас очередное видео из серии видео основы Flexbox для верстальщика и сегодня мы поговорим еще об одном интересном и достаточно простом, кстати говоря, свойстве Flexbox, но которое также часто очень встречается в реальных проектах, поэтому давайте погнали, открываем наш шаблончик, собственно что у нас тут есть, базовый HTML шаблон, файл CSS подключен и контейнер, у нас есть div с классом контейнер, в app.css у нас box-sizing, маржины для body сбрасываем стандартные и контейнер наш это margin 0 auto для центрирования по центру, пейдинги справа и слева по 15 пикселей и максимальная ширина 1000 пикселей, то есть вот наш контейнер по серединке и в нем пока ничего нету, и собственно накидываем базовую разметочку, которая нам пригодится для того, чтобы посмотреть на примере работу наших, нашего сегодняшнего свойства, то есть мы берем, создаем div с классом контейнер, который будет нашим, нашим Flex-контейнером и в него внутри создаем еще вот шесть штучек дочерних элементов, Flex-айтемов, вот и собственно быстренько накидаем пару стилей для нашего Flex, это display flex и background серенький сделаем, чтобы лучше видеть его, так и Flex-item у нас будет border во-первых, чтобы они друг от друга отличались, просто черная рамочка в один пиксель, что еще текст align center сделаем, чтобы наш текст тоже по центру красивее выглядел, и пейдинги, давайте добавим просто пейдинги по кругу, по 15 пикселей в каждый айтем, обновляем, смотрим, отлично, контейнер наш ограничивает ширину контента, блок в классом Flex, это просто display flex с фоном и каждый из айтемов, это обычный div, да, с пейдингом, border и текст align center, все очень просто, ничего сложного нет, благодаря Flex-ам наши элементы выстраиваются в ряд, и сегодня мы поговорим об одном свойстве, которое позволяет переносить эти элементы на новую строку, собственно в чем основная проблема, основная проблема в том, что по умолчанию Flex-контейнер, да, блок с display flex, он не дает переносить дочерние элементы на новую строку, даже если им не хватает места по ширине, да, они не умещаются, он все равно будет стараться их уместить, но не даст им, как сказать, перепрыгнуть на новый ряд, давайте проверим, что это действительно так, вот например, берем мы Flex-айтемы и задаем ширину для каждого по 10%, то есть сейчас вот они по 10% ширина каждого айтема от общей ширины до их родительского контейнера, и начинаем ширину прибавлять, 11%, 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, и вот сейчас будет 17% ширина, и по сути они уже не влезут все в этот контейнер, да, давайте посмотреть, что произойдет, 17%, 18%, 19%, 20%, то есть дальше уже не идет, они упираются, и все, дальше не работает, короче, увеличение ширины, а что делать-то, если нам нужно, чтобы они, например, перешли на следующий ряд, часто на сайте возникает такая необходимость, например, представим, что есть у нас на лендинге блок преимущества, да, и там 6 преимуществ, каждый из которых, например, они должны расположиться по два в ряд или по три в ряд, первое, второе, потом в втором ряду третье, четвертое и пятое, шестое, то есть такой квадрат из преимуществ, да, на лендингах обычно часто это встречается, то есть сплошь и рядом, и вот мы хотим, чтобы наши первое и второе заняли по половине ширины Flex-контейнера и в один ряд, потом следующим рядом шли третий и четвертый, да, по половине тоже занимали, то есть по 50%, и пятый, шестое, третьим рядом, вот как это сделать? Ну вот как раз-таки наши свойства новые, которые мы сегодня изучим, позволяет это сделать. Вот сейчас у нас ширина, например, ширину 50% задаем для каждого, 50%, половина, то есть, да, и для нашего Flex-контейнера наше новое свойство, которое называется Flex-Wrap, Wrap как раз с английского как перенос, вот, и по умолчанию оно стоит как но Wrap, типа не переносить, то есть по умолчанию они не переносятся, но если убрать но и оставить просто Wrap, то есть мы говорим Flex-у, что да, можно, короче, мы хотим, чтобы если не хватает места, они переносились автоматом на новую строку, и сразу благодаря этому одному свойству мы видим, что все сразу получилось. Теперь благодаря, ну, с помощью лишь свойства вид, да, ширина, мы можем регулировать количество элементов в один ряд, то есть если мы 50% ставим, то каждый item равен половине ширины контейнера, и они выстраиваются по два в ряд, то есть переносятся. Если мы ставим, например, 33,33, они будут по три в ряд. Почему 33,33? Потому что если 100% разделить на 3, да, мы получим вот 33,3333. То есть если мы хотим, ну, в общем-то и все, если мы хотим вот по три в ряд ставим 33, если хотим по два, вот по 50%, таким образом можем там поставить WID 25%, то есть они вот по 4 встают, вот. И, кстати, можно еще раз продемонстрировать работу, начиная с 10%, как это вот происходит. Вот 10%, да, теперь у нас уже свойство flex wrap со значением wrap добавлено, и мы вот начинаем опять с 10%, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, оп, на 17 уже не влезло, и все, вот тут места уже не хватает, и он перешел на следующий ряд. 18, 19, и сейчас пятый элемент, хоп, тоже перешел на этот ряд. То есть когда они влезают, они просто перепрыгивают на новый ряд. И таким образом нам остается только использовать ширину, да, чтобы правильно там подогнать под то, что нам нужно. И когда это полезно на сайтах? Опять же, вот как я и говорил, да, когда есть блок преимущества, например, на лендинге, и у нас на мобильнике должны быть преимущества друг по другам, по сути вообще без флексов, на планшете по два преимущества в ряд, да, и на десктопе, там, например, вот по три в ряд уже идет. Давайте вот быстренько на примере сразу на практике накидаем такую схему. Вот, например, у нас есть на лендинге секция, да, section futures, преимущества. В ней, конечно же, контейнер, да, какой-то, который ограничивает ширину контента этой секции, и айтемы, да, сами, ну, преимущества, например, тоже шесть штук у нас их будет. Вот айтемы. Давайте маленько их тоже накидаем что-нибудь. Например, вот заголовок есть у преимущества, futures, title, да, например, lorem, пять слов, и какое-то описание, futures, текст, например. Тут тоже lorem, там, подлиннее, десять слов. Вот так вот, например, да, у нас есть future item, у которого есть заголовок, описание. Давайте посмотрим, что у нас получается. То есть вот так это выглядит у нас. Вот. Секция futures, контейнер в ней с пейдингами справа и слева, и айтемы. Айтем, айтем, айтем. Единственное, что я бы для каждого айтема еще добавил пейдинги сверху и снизу, чтобы их визуально друг от друга немножко тоже отделить. Чисто вот для красоты, так сказать. Мой внутренний перфекционист требует. Вот по 15 пикселей сверху и снизу. Вот мы берем айтем, вот видно, по 15 пикселей у них сверху и снизу, и так они вот визуально друг от друга отделяются, у каждого заголовок и текст. То есть на мобильнике, по сути, все. Вот то, что нам нужно. Вот. Что дальше? На планшете они должны расположиться по два в ряд. Ну, как это сделать? Мы уже знаем, как это сделать. Во-первых, нужно поместить их в один общий контейнер, да, в какой-то futures content, и задать ему display flex. Давайте, погнали. Берем все айтемы. Все айтемы. Создаем какой-то futures container, и туда их закидываем, все айтемы. То есть они теперь внутри у нас какого-то контейнера. Futures container. Вот. И что нам дальше нужно сделать? Для контейнера задаем display flex. Вот они встают у нас все рядом, да. И теперь говорим, что переносить можно. Flex wrap. С значением wrap. И они сразу перенеслись, потому что строки длинные, да, и очевидно, что они даже по два в ряд не влезают. И теперь нам осталось лишь для каждого айтема, да, задать ширину, которую нам необходима. 50%. Например, раз задали. Все, по два в ряд они встали. По половинке занимает каждый. Еще вот тут текст очень близко прилипает, да, мой перфекционист опять, короче, требует задать padding write по 15 пикселей тоже, чтобы вот сюда, вот туда видно, чтобы маленько вот добавить отступы здесь тоже. Вот. И вот у нас уже на планшете, собственно, получается такая история. Давайте добавим CSS. CSS, то есть, что у нас, получается, уже планшет. Это у нас адаптивность, да, работает. MinWid 768 пикселей. Ширина экрана. И что у нас тут? Futures content, получается, дисплей. Flex и flex wrap с значением wrap. Вот. А futures item у нас, во-первых, padding write мы хотели еще добавить, да, 15 пикселей. А во-вторых, ширина 50%. Обновляем. Нифига. Пейдинг write ширина есть. Flex контейнера. У нас контент тут, да? Давайте контент. Контент. Хоп. Все, круто. То есть, на мобильнике у нас все как обычно, никаких flex нету. Все красивенько. На планшете уже пошла движуха. Дисплей flex со значением wrap. Если wrap убираем, вот они, как по правилам, да, обычно встают друг рядом с другом. Умещаются. А flex wrap вот разрешает перенос. И так как они по 50% ширину, то они по два в ряд встают. И теперь, например, вот на десктопе 1024 пикселя, да, мы хотим по три в ряд разместить. Но тут особо менять уже ничего не надо. Только ширину. Только за счет ширины мы можем их уже по три в ряд расположить. То есть. 1024 пикселя. Вот это все удаляем. А ширина получается 33, да, вот так вот. Хоп. На планшете по два, тут уже по три просто за счет ширины. Конечно, в CSS, HTML, CSS, да, сейчас есть технология гридов, да, грид, который позволяет как раз таки, ну, может быть, больше даже заточено под то, чтобы вот такие сетки делать, да, таблички. Вот, там есть свои тоже как раз таки для этого правила CSS. И, возможно, они как бы более правильно было бы их здесь использовать. Но, тем не менее, на флексах тоже это легко очень делается. И, то есть, вы в любом случае, профессиональный вертальщик должен знать и уметь о таком свойстве, да, как флекс в рап, и что с помощью него легко и просто можно делать вот такие вот макеты. Те же самые преимущества на лендинге можно с помощью флекса, с помощью гридов как бы сделать. Ну, серию по гридам мы попозже запишем с вами, если вам, конечно, интересно, вот. А вот пока что вот по флексам предлагаю сейчас вам минут 5-10 самостоятельно потренироваться, создать что-то подобное, чтобы лучше закрепить это новое наше правило. Друзья, и, собственно, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube, ВКонтакте, в сообществе нашем OneCode и в Telegram. Вот, и до связи уже в следующем видео. Всем удачи, всем пока.